Для понимания, в который раз вы сегодня присутствуете на вебинаре, это очень важно, потому что мы позиционируем этот вебинар в основном для новичков и всегда агитируем, советуем, просим приглашать максимум сюда новичков, потому что это значительно облегчит работу тем, кто только присоединился в проект. И собственно мы с Сергеем Анатольевичем максимально четко, кратко, емко и так далее сможем донести до новичков информацию, поэтому собственно этот вебинар мы и запустили. Но в начале новички даже не умеют голосовать с опросником, это не так сложно сделать, я думаю, что научитесь, те, кто не проголосовал, но все же из новых людей присутствует, просто поставьте циферку 0, либо 1 в чате, чтобы понимать, что да, вы новичок и собственно каким образом сегодня строят вебинар, мне также будет понятно. И дамы и господа, сегодня мы находимся уже на таком этапе, на котором мы не могли себе представить даже, что будем находиться в 2014 году, когда начинали этот проект. Сегодня, собственно, я могу сказать, что в Skyway год считается за 10 лет, мы прожили фактически уже больше 20 лет, если вот на реальные даты пересчитать. И очень много пройдено, более того, весь цикл, который был пройден с развитием международной корпорации Skyway, вы можете увидеть в виде видео. Я считаю, что еще одним ноу-хау нашей компании является то, что сегодня человек, который только присоединяется к проекту и этого нет ни одной компании мира, может посмотреть историю развития, потратить свое драгоценное время и посмотреть, как все начиналось, на какой стадии сейчас находится. Потому что можно сказать, что компания ведет свой живой видеодневник, как все развивается. И на самом деле, еще когда не была выделена земля, когда не было сформировано научно-производственно-конструкторское предприятие, которым сейчас является ЗАО «Струнные технологии», находящийся в Минске, в бизнес-центре «Титан», фактически 4 этажа занимает данные более 13 конструкторских бюро. Также есть модельный участок для изготовления юнибусов, то есть это бывший цех по производству компонентных составляющих Е-мобиля. И как раз таки даже с переездом на новое место жительства, так скажем, ЗАО «Струнные технологии» также достаточно оптимизировало свой бюджет, расходы. И с переездом на лучшее место мы получили лучшие условия. Я хотел бы, чтобы все новички привыкали на самом деле, что у нас сейчас происходят действительно хорошие, действительно положительные, действительно заряжающие новости. О многих вы в сегодняшнем вебинаре услышите. И, собственно, одна из главных новостей, что Skyway начал запускаться в других странах и мощно запустился в виде на данный момент достаточно широкомасштабной пиар-акции на телевидении, в газетах, в СМИ, в электронных изданиях в Австралии. И на самом деле это не мудрено, это абсолютно логично, дамы и господа, потому что Skyway соединит многие страны, континенты посредством создания сети, которая последует за интернет. То есть, если интернет – это виртуальная, не физическая сеть, естественно, немножко физическая в виде оптоволокна и так далее, но больше это информационная и коммуникационная сеть. Соответственно, Transnet – это будет транспортное перемещение на втором уровне, будущая мировая, транспортная, энергетическая, так как она будет включать в себя силовые кабели, коммуникационная, так как будет включать более различных 10 мобильных сигналов, радиосигналов, частотных сигналов и, соответственно, информационная, даже социальная сеть. То есть, это сеть действительно нового поколения. И если интернет начинал свое развитие с агентства стратегических инициатив США, DARPA, то Transnet начал свое развитие еще в далеких 70-х годах, когда мы не могли предположить, что появится способ преодолеть тот парадокс и достаточно казусную ситуацию, когда в нашем современном мире фактически все процессы, бизнес-процессы, денежные переводы, общением по Skype, по WhatsApp, по Viber, в социальных сетях, передача сигнала, сейчас вы видите мое изображение в данной вебинарной комнате, происходит фактически мгновенно. Но мы не можем этого сказать по перемещению по транспортной инфраструктуре. И как раз-таки SkyWay это недостающее звено будущей мировой логистики и то, как сегодня совершаются бизнес-процессы, к этим скоростям действительно можно приблизиться. И действительно люди, грузы не будут простаивать в транспортных пробках, не будет образовываться в совокупном эффекте достаточно такое емкое понятие, как транспортный коллапс. Сейчас в нем утопают современные мегаполисы. И такие рядовые ситуации, когда мы летим на самолете и происходит пересадка, нужно ожидать несколько часов, либо вообще день, либо вообще откладывают рейсы, мы теряем время, мы опаздываем на важные встречи, пропускаем важные действительно события. Но, дамы и господа, самое ценное у человека это его жизнь и это время. И поэтому технология SkyWay несет огромную в себе ценность, она экономит время человека и тем самым одновременно обеспечивая достаточно комфортное, быстрое, эффективное и самое главное безопасное экологичное перемещение. Все началось еще более 38 лет назад, когда Анатолий Эдуардович Юницкий представил концепцию, каким образом вывести промышленность в открытый космос, каким образом очистить нашу планету Земля от вредных пагубных загрязнений, современной промышленности. И что это будет за способ, он также представил, причем не просто в виде концепции, в виде предположения и рисования какой-то чисто визуальной картинки, в виде конкретных расчетов. Вы можете в монографиях посмотреть, дамы и господа, кто знает раздел монографии, публикации, пожалуйста, сбросьте. Это струнные системы на Земле и в космосе, то есть вот примерно так называется монография. Я сейчас ее начал читать потихоньку. Такая литература не читается, несмотря на техническое даже, мое образование, быстро. И литература даже Анатолия Боровского не читается быстро, несмотря на то, что книжки достаточно с большой скоростью я читаю. Но здесь нужно действительно впитывать и накладывать на ближайшее будущее нашего мира фактически каждую страницу, которая связана с техническими характеристиками, с применением адресных проектов. И Анатолий Эдуардович Юницкий буквально в смысле всем желал рассказать и сейчас есть такое желание об ОТС, общепланетарном транспортном средстве. Что такое ОТС, дамы и господа? То есть я думаю, что для многих новичков это некое такое мифическое понятие, немножко непонятно. И ОТС это достаточно серьезная конструкция, достаточно дорогое сооружение, то есть оценивается от триллиона до полутора триллионов долларов. И соответственно это та общепланетарная, не транспортная сеть, но именно вот кольцо вокруг планеты, которое простирается вдоль экватора. То есть это больше 42 тысяч километров. И соответственно для оптимизации данного транспортного средства, которое позволит сотни миллионов тонн грузов перемещать на высоту 300-400 километров за один рейс всего лишь. И чтобы с этим поспорила допустим ракета, нужно было начать запускать вообще ракеты десятки тысяч лет назад еще. И естественно эффективность ракеты мы раскроем и на расширенном технико-экономическом сегодняшнем вебинаре. Смысл ОТС заключается в том, что специальное кольцо, расположенное на эстакаде, поднимается за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя и за счет действия возникающих центробежных сил вверх. То есть эффект барона Минхаузена, когда барон Минхаузен сам себя вытащил из болота, еще лошадь свою вытащил. И самое интересное, Анатолий Эдуардович эту аналогию и приводил еще в 70-х годах, даже на конференции международные по неракетной индустриализации космоса. И в дальнейшем эта вся конструкция поднимается, расширяется, причем расширяется не на такой большой процент, то есть это примерно полтора процента. И, соответственно, далее за счет уравновешения центра массы Земли подвешивается и замирает, собственно, на определенной высоте, доставив необходимые грузы либо на высоту 300-400 км, либо с нее уже произведя различную добычу полезных ископаемых, ну, к примеру, выплавку стали в абсолютных условиях невесомости. То есть это совершенно иные будут качественные показатели металла. И, соответственно, также можно перемещать большое количество людей. Также это может служить глацдармом и таким вот именно стартовой площадкой для запуска космических кораблей, которые действительно призваны бороздить просторы нашей Вселенной в поисках обитаемых экзопланет. И ученые на сегодняшний день достаточно серьезно над этим задумываются, потому что на самом деле это никому неизвестно. Но если мы не прошли точку невозврата, то мы стремительно к ней приближаемся. И, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, то мы проводим такой глобальный эксперимент химический над нашей планетой, выделяя большое СО2 через автомобили и так далее. И, соответственно, очень серьезные последствия могут быть достигнуты. И оптимизируя данную систему, данное общепланетарное транспортное средство, то есть вы можете видеть, каким образом, допустим, это было представлено еще в концепте 70-х годов. То есть сейчас, если... Да, вот, пожалуйста, с фильма «В небо на колесе» скриншот, каким образом это было представлено в 70-х годах. И вы можете увидеть вот именно нижняя конструкция эстакадного типа. Это как раз-таки оптимизированная эстакада с минимальным использованием материала, которое сейчас научно-производственно-конструкторское предприятие уже сделало в виде визуализации. Но тогда это стало концепцией основы путевой структуры транспорта второго уровня. И еще более 38 лет назад родился сам концепт струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но так как время еще на тот момент не пришло, и я могу сказать, что Анатолий Эдуардович Юницкий, помимо изобретения столь глобального и масштабного общепланетарного транспортного средства, занимался и более мелкими разработками, но также очень значимым вообще для советской промышленности. То есть совокупный экономический эффект сотни миллионов советских рублей составлял. То есть это примерно 250 миллионов долларов. 220-250 вот такие пропорции на те деньги, если говорить. И соответственно от этой суммы, от каждого изобретения Анатолий Эдуардович получал примерно 20-30 тысяч рублей. То есть с экономическим эффектом было не сопоставимо. Но несмотря на это, инженер-конструктор, гениальный изобретатель и человек, стремящийся действительно к достижению своей цели, постоянно занимался бизнесом, открывал различные учреждения, организации для продвижения проекта. И отказавшись на время от массового оповещения об идее ОТС, Анатолий Эдуардович начал продвигать уже струнный транспорт и концепцию транспорта второго уровня. Как раз таки после общения и с фондом космонавтики СССР, и выделено было два гранта ООН по развитию городской инфраструктуры, применение струнных технологий по улучшению городской инфраструктуры. После уже общения также с различными послами, с различными государственными деятелями и так далее, произошла случайность, и, собственно, случайности не случайны, посчастливилось и Лебедю Александру Ивановичу, ныне покойному, замечательному губернатору, очень волевому человеку, встретиться с Сергеем Анатольевичем в одном самолете. Сергей Анатольевич просто подсел и начал проводить, ну, так скажем, 29-секундную презентацию, то есть буквально за несколько минут Сергей Анатольевич показал Александру Ивановичу, каким образом в 6-7 раз увеличить ВВП менее чем за 5 лет, именно вот экономический потенциал, воскресить, так скажем, в современной России. И Александр Иванович был настолько поражен, что буквально через несколько недель он выделил непосредственно финансы из губернаторского фонда, и началось строительство непосредственно полигона, первой испытательной площадки, на которой была испытана путевая структура. С 2001 по 2009 год данный объект жил, процветал и производил различные очень серьезные испытания путевой структуры. Более того, этому доказательству служит множество фактов, что действительно по центральным каналам транслировали ЗИЛ, мы его называем «уходящий в небо». Да, действительно, стальные колеса ЗИЛ разрубили налить в более чем 5 сантиметров, и, соответственно, доказательство тому, что конструкция вся выставила, служило то, что Анатолий Эдуардович даже сам лично стал под эстакадой, когда ЗИЛ поднимался. То есть, какой ученый так сделает, если он не уверен на 100% в своей технологии? И, на самом деле, сегодня мы бы уже, скорее всего, перемещались на струнном транспорте, если бы не трагическая гибель Лебедя Александра Ивановича. Знаменитая фраза Лебедя Александра Ивановича, и он всегда живет, и многие проекты, я думаю, будут названы его именем в честь Лебедя Александра Ивановича, в наших сердцах тех, кто развивает сегодня проект Skyway. Уже по той схеме, которая на тот момент не была приемлема, но она появилась, первое такое схеме было зарождено в МИА Анатолию Эдуардовичу Ницкого после того, что вследствие презентации господина Морозова, одного из губернаторов на Госсовете России по инновациям, несмотря на то, что господин Медведев достаточно позитивно воспринял идею об инновациях, и единственным вопросом было найти инвестиции, инвестиции бы нашли без проблем, и более того, было распоряжение и постановление найти 1 миллиард на развитие данной технологии, но после этого по неизвестным причинам, неустановленными лицами полигон Московской области города Озера был разрушен. И с этого момента, можно сказать, также после достаточно многих переговоров, сотрудничество с недобросовестными партнерами, которые, кстати, также развивались и в Австралии, и более того, встреча с этими партнерами, вот Сергей Анатольевич более подробно расскажет, будет в самое ближайшее время трансляцию встречи, я думаю, что если позволит место, где будет происходить встреча, и, собственно, не будет никто этому препятствовать, также будет трансляция по Перископ. И после всех этих событий, как говорится, по принципу «все, что нас не убивает, делает нас сильнее», Анатолий Эдуардович Юницкий уже предпринял крайнюю попытку развития проекта через краудинвестинг, то есть привлечение микроинвестиций на финансирование проекта Skyway от большой массы физических лиц, и на данный момент также, возможно, юридическим лицам инвестировать в проект, или, по образу говоря, народное финансирование. На сегодняшний день более 350 тысяч людей по всему миру поддерживают проект, и на самом деле это не просто так, потому что люди не просто инвестируют, гоняясь за прибылью, они действительно верят в проект, как и верим мы, Сергею Анатольевичу, чем, как и верят, те более 50 тысяч людей, которые инвестируют ежемесячно на развитие этого проекта. И на самом деле даже система рассрочек, сама концепция для планирования затрат производства, она появилась чуть больше полугода назад. Это также стратегическое нововведение и о стратегии, о развитии головная компания, и также фонд Skyway Capital обязательно думает. Сегодня с помощью наших с вами усилий, не с помощью усилий, а олигархов, чиновников, продвигается несколько направлений. Это создание городской пассажирской трассы и, соответственно, транспортного модуля, грузового транспорта, высокоскоростной транспорт и, естественно, всеми любимый легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, именуемый по спецификации юнибайки. И почему байк? Потому что фактически это велосипед 21 века, то есть вы можете перемещаться, запитывая аккумулятор с помощью мускульной тяги, попросту крутя педали. И на самом деле многие задают вопрос, каким образом я буду всегда крутить педали. Если вы желаете, вы крутите педали, если вы не желаете, вы перемещаетесь в общем автоматизированном потоке. И как раз-таки вот эта замечательная игрушка, как кажется многим чиновникам, стала хорошим ключом к дверям администрации, министерств и так далее. То есть это именно точка входа и пилотные проекты в различных регионах и странах мира. Например, в Австралии городской пассажирский транспорт даже будет строиться сразу, перейдя вот через этап юнибайков, потому что там пассажиропоток примерно до 1 миллиона человек в год. Это перемещение студентов и, соответственно, 500 метров нужно построить трассу абсолютно дешево, я бы сказал даже бесплатно, там будут перемещаться студенты. И это логика, которая закладывается в Транснет изначально. То есть все должно стремиться на самом деле к развитию по аналогии с порождениями пятого технологического уклада. Мы с вами, дорогие друзья, это уже наука, технология, прогнозы и та концепция будущего, которая несет себе основы шестого технологического уклада. И как раз-таки по логике это должно быть не хуже приложений, технологии пятого технологического уклада. Соответственно, Skype, Viber, WhatsApp, ICQ, вот со студентами недавно общался, кто-то помнит Mirandu, то есть Mirku в простонародье называемую. Это чаты, в которых можно было бесплатно общаться. Единственное, за что вы платите, это за интернет, своему провайдеру. И, соответственно, окупаемость пассажирских перевозок будет производить грузовой транспорт. И концепция, в том числе различных, на самом деле, девелоперских проектов, так как рыбные фермы, такие также сельскохозяйственные концепты различные, подразумевается как производство собственного гумуса, облагораживание, то есть снова восстановление плодородного слоя почвы, абсолютно чистое экологически сельское хозяйство, все это также будет приносить прибыль. И по логике, закладываем Анатолию Эдуардовичу Миницким, что пассажир должен перемещаться максимально дешево, то есть стоимость проезда должна стремиться к нулю именно пассажирского проезда. По оценкам, по первичным, это будет примерно 1-3 доллара за 100 пассажиров километров. Это должно быть безопасное перемещение, комфортное, и путевая структура, в отличие от современных дорог в Российской Федерации, должна служить буквально век, по аналогии с висячими вантовыми мостами. Абсолютно экологичное перемещение будет, не будет никакого перерезания почвенных, грунтовых вод. Устойчивость даже к различным противоправным действиям, взрывам также будет возможна. Чего не скажешь о современной авиации, если произошла какая-то поломка, если даже птица залетела в турбину, и неспроста там делают специальный узор, чтобы птицы отпугивались и не залетали в турбины. И, не дай бог, произойдет минимальная разгерметизация воздуха. И также, если говорить про Могле, в концепции которого создана, также, если произойдет разгерметизация пассажирского салона, то кровь, к сожалению, у всех пассажиров закипит и все погибнут. Абсолютная инновационность, ресурсоемкость, безопасность И концепция мгновенного перемещения SkyWay действительно заслуживает внимания и дает все основания говорить нам, что это не просто транспорт будущего, это транспорт нашего века, будущего века, который плотно ворвется и прочно укоренится в жизни всех людей. И, собственно, высокодинамичный состав, аэродинамика составляет огромную основу, технологии SkyWay и обводом корпуса, не промышленному дизайну, а именно обтекаемости за счет технологических расчетов. Вы видите, форма капли – это вообще максимально достижимая аэродинамика, максимально достижимый коэффициент аэродинамического сопротивления у капли, вот именно такой, как вы видите, подвижной состав, 0,4. У нас же, соответственно, коэффициент сейчас не оценен, потому что недавние испытания не позволили точно оценить в Санкт-Петербурге из-за недостаточности оборудования, уже столь высокие коэффициенты оценивать. Но раньше это было 0,75, сейчас, я думаю, что это может достигать 0,65 даже. Что выше современных спортивных болидов, как Bugatti Veron, я не говорю уже про такие замечательно красивые машины, быстрые, рычащие, как Lamborghini Diablo, как Paston Martin и так далее, и тому подобное. И даже самолет по аэродинамике спортивный, например, это также будет превосходить. И, соответственно, совокупный эффект от замечательных показателей аэродинамики говорят о том, что нам это позволит перемещаться на транспорте и строить те трассы, которые значительно будут экономить топливо, материал, энергию, трудозатраты человека, часы, как при строительстве, так и эксплуатации. И на самом деле сама концепция струны, сама концепция струны путевой структуры достаточно проста, если не углубляться в ноу-хау, для понимания. То есть почему называется струна? Струна – это система стальных проволок, которые напряжены, закреплены, растянуты, закреплены они на концах опор, которые могут одновременно являться и станциями, и принимают на себя всю нагрузку. И, соответственно, далее идет о моноличивании спецбетоном, который в недавнем времени у нас был создан и на расширенном технико-экономическом вебинаре. В конце мы обязательно поставим видео по испытаниям данного спецбетона и самой балки, самого рельса, то есть испытания на сжатие, на изгиб, на излом и так далее. Происходили все возможные и необходимые испытания, чтобы доказать, что действительно путевая структура будет стоять целый век. Но, дамы и господа, все это замечательно, все это великолепно. Мы, как спикеры, можем говорить об этом часами. Сергей Анатольевич, у него рекорд был почти 4 часа, он говорил о Skyway. И, кстати, это приближается к рекорду одного из ораторов, знаменитых, не помню точно, как зовут. Но примерно 3,5 часа человек говорил на определенную тему. Соответственно, у Сергея Анатольевича действительно огромный опыт, более 15 лет развивает проект Skyway. Но то, что происходит на сегодняшний день в проекте, та скорость развития, действительно не видана даже Сергею Анатольевичу. То есть, с того момента, как началось строительство, и я хотел бы вам показать буквально в нескольких картинках, каким образом начиналось строительство, с чего начиналось строительство. Действительно, результат, который достигнут, он неимоверен. То есть, вы видите август, это мы еще закладывали первую капсулу, послание будущим поколениям. То есть, такая традиция у многих корпораций. И фактически, это была закладка первого куба бетона в будущий фундамент промежуточной опоры струнного интеллектуального ограждения. И перенесемся с августа, соответственно, 2015 года уже в октябрь. В октябре уже возникало строительство. Фундамент возводился, анкерные опоры, которые совмещены со станцией. И, соответственно, вы видите торчащие арматуры. Это посещение нашей очередной экотехнопарка Сергея Анатольевича. Мы не упускали момент, чтобы сфотографироваться. Я всем рекомендую, кто будет посещать экотехнопарк, обязательно сфотографируйтесь. Потому что, действительно, такую логику развития проекта именно по фотографиям, которые вы сами сфотографировали, которые хранятся в вашем телефоне, это максимальная доказательная база того, что действительно происходит. Вот, к примеру, в март уже возведение, фактически, второй этаж был возведен. То есть, вдумайтесь, промежуток времени. Всего лишь прошел октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. И вот уже март. Уже фактически возводился второй этаж. Далее, если говорить про уже пятый месяц, перенесемся, например, четвертому месяцу, то есть, уже вы видите, фактически доделан второй этаж. Также заливается бетон на второй этаж. Если мы переносимся в пятый месяц, то вы видите, уже устанавливается, это, кстати, специальная инновация, ноу-хау, и был получен Гранд ПРООН за озеленение крыш. То есть, еще одна нагрузка будет давить на все строение, удешевлять фундамент, удешевлять всю конструкцию транспортно-логистического модуля. И самое интересное, на крыше действительно будет фактически сад. И это абсолютно экологичное строение, которое развивается не просто в тренде современных строений, современных корпораций. В этой же логике развивается корпус и головной компании Apple. Google также сейчас озелененные конструкции планирует делать. И на самом деле об этом даже не задумывалось зао-струнные технологии. Просто все шло для оптимизации, для максимальной экологичности. И, соответственно, уже то, что происходит буквально в наше время, несравнимо с тем, что было даже в марте. То есть, уже устанавливается вторая анкерная опора, которая будет на себя также принимать нагрузку от путевой структуры. Вот, пожалуйста, закладывается фундамент. То есть, если про первую анкерную опору, совмещенную со станцией, мы говорили в октябре 2015 года, то фактически вот в мае 2016 года уже вторая анкерная опора устанавливается. Самое замечательное, запараллельно, внимание, дамы и господа, запараллельно ведется строительство второй трассы. Это легкая прогулочная трасса. Вы видите те фундаменты будущих промежуточных опор, которые ненамного массивнее, чем, допустим, обычные фонарные столбы. И конструкция, именно сама методология строительства, она не такая дорогостоящая, как, например, производство и строительство современных автоэстакад, современных насыпей, современных железных дорог. Я уже не говорю про высокоскоростные дороги и так далее и тому подобное. И на самом деле, вот это еще 19 число, дамы и господа, сегодня у нас 25. Я больше чем уверен, что уже было достигнуто больше, чем показано на этих фотографиях. Потому что строительство ведется фактически каждый день, каждую ночь, если это требуется. И ЗАО «Струнные технологии» трудится на оптимизацию расходов требуемых, не поглотая рук, действительно. И то финансирование, то и те инвестиции, которые на сегодняшний день идут в наш проект, они видны и они обозримы. В виде аудитов, которые проводились в ЗАО «Струнные технологии» для именно прозрачности расходования средств и в виде реального строительства. Вот это, дамы и господа, это реальная заслуга тех людей, кто присоединился, сейчас присоединяется, присоединился еще в 2013-2014 году. И тогда еще была возможность приобрести с дискаунтом, то есть с максимальной венчурной премией, но максимальное количество обязательств вы могли получить за одну и ту же сумму, сегодня вы уже получите меньше. И это количество обязательств международной корпорации Skyway также еще меньше станет уже с 1 июня, потому что мы переходим с 6-го уже, соответственно, на 7-й этап, буквально остались считанные дни, считанные часы. Скоро, очень быстро настанет крайний день возможности оплатить инвестицию и зайти по тем условиям, которые действуют еще для текущего этапа. И не мудрено, дамы и господа, что мы переходим на 7-й этап, но всего 15 этапов развития, оставшиеся 8 этапов мы можем действительно очень быстро и очень стремительно закрыть, потому что на сегодняшний день нами заинтересовались не только Род Хук, это бывший директор инфраструктуры транспорта Южной Австралии, не только Сергей Анатольевич Гришин, это бывший замминистра транспортных путей сообщения, не только Волк Игорь Петрович, не только Жириновский Владимир Вольфович даже в своих высказываниях говорил о струнном транспорте, не только Хазин, Делягин, Михаил Геннадьевич, говорили в самом начале развития Skyway о концепции движения по транспорту второго уровня и многие-многие другие, и дамы и господа, на том месте, на котором обычно оказываются самые крупные инвесторы, по секретной инсайтной информации, то есть по своим каналам связи они получают обычно информацию о выгодных инвестициях, сегодня вы действительно можете участвовать в столь глобальном проекте и получить минимальный пакет обязательств в подарок абсолютно, и это время также закончится, потому что нагрузка на данные пакеты также рассчитана Анатолием Эдуардовичем Юницким, и вся финансовая нагрузка, как путевая структура, абсолютно математически просчитана, и если происходит ускорение по развитию проекта, то дискаунт будет неимоверно снижаться и очень быстро действительно меняться. Это действительно, дамы и господа, возможность и то, что нам дарит сегодняшнее время, войти в данную корпорацию в качестве совладельца, дольщика всех адресных проектов, тот, кто входит сегодня, будет являться совладельцем головной компании, которая будет входить во все адресные проекты, но после закрытия ее возможности финансирования, такой возможности больше не будет. И она есть только сегодня, только у вас, ни у ваших родителей ее не было, ни у ваших детей и внуков именно такой возможности уже не будет. Поэтому я рекомендую, как минимум, обратить внимание на этот проект. Те, кто желает, постанется на расширенный технико-экономический вебинар, но по перспективам, по более конкретному обсуждению, по концепции Skyway, по тем нашим предположениям, Сергеем Анатольевичем, каким образом будущее действительно будет меняться в лучшую степень для человека по повышению качества жизни, мы расскажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но одно, мы говорим всегда и будем повторять действительно далее и далее, то, что мы строим Skyway и мы спасаем планету. Друзья, добрый вечер. Как видно, как слышно. Отлично, спасибо, Алексей. Значит, друзья, мы продолжаем еще некоторое время работу в таком режиме, когда первый час мы проводим для новичков, потом будем уже для тех, кто в проекте, обсуждать более детальные вещи, которые интересуют. Действительно, очень объем большой информации идет сегодня от группы компаний Skyway. Только Skyway Capital проводит более 20 вебинаров в неделю и около сотни в месяц, почти каждую неделю идут встречи по различным городам. Следите за расписанием, следите за строкой объявления, которая идет и в личном кабинете, и приходит вам на почту. И здесь, друзья, сейчас очень важно, вот вчера, ну просто еще такие свежие воспоминания, вчера провели очень хорошую встречу в Москве. Я бы сказал, по итогам, я одно время, довольно-таки, часто ездил в Китай и сталкивался со спецификой китайской кухни. Так вот, когда спрашивают, или там, когда вы выходите из стола от определенного повара или хозяйки, то есть в Китае такое правило, что вы, когда едите, вы должны очень громко чавкать. Это непримерное качество китайской кухни. Потом вы должны весь стол замазать соусом, перекладывая из одной там соусницу, тарелку и макая еду в другую. И третье, вы должны перепутать, допустим, рыбу с курицей или курицу со свининой, тогда вы 100% угодите хозяйке. Это три золотых правила, которые надо соблюдать, если вы хотите действительно отблагодарить китайского повара. Так вот, в этом плане, по отношению к конференции, которая проходит, тоже вчера отработались три правила, которые мне всегда очень нравятся. Первое, это когда не хватает места для тех, кто пришел. То есть мы не знали, сколько людей придет, давно не проводили в Москве живые конференции. Вот, и взяли зал на 100 человек, с тем, чтобы его можно было расширить до 120. В итоге мы собрали все стулья с этажа, поставили весь, заполнили все проходы, и все равно определенное количество людей, чем 10-15, стояли в проходах. Вот, поэтому это уже, друзья, переполненный зал, особенно так как... Второе, это по лимит времени, мы отвели два часа, и дальше проводили время, и вопросов было настолько много, интерес был настолько живой, что мы еще потом, там, летут 40, нас выгоняли уже потом охраной из этого помещения, из этого, так сказать, это вторая часть, что когда не хватает времени, и вопросов очень много, это тоже очень показательный план для конференции. Ну, и третий, это когда есть сразу, тут же на конференции пожелание проводить следующую конференцию, и пожелание проводить ее, там, хотя бы, ну, там, два раза в месяц вживую в Москве. Вот, поэтому я могу сказать, что... Да, Олег, я согласен, мы перископ пока только отрабатываем, обязательно сделаем камеры, микрофоны, которые ставятся, транслируются, это все отработаем, сделаем, вот, это, друзья, только первые, первые, как бы, шаги. И в этом плане я могу сказать, что, конечно, общение вот таких на живых конференциях, следующая конференция у нас будет теперь в Германии 18 июня, вот, где тоже, тоже очень интересный, друзья, показатель такой. Вот сейчас мы будем показывать ряд новостей, мы очень много говорили про Рода Хука, это бывший серьезный технический эксперт, финансовый эксперт, политик, просто ему уже возраст, ему за 80 лет, вот, он возглавлял департамент транспорта Южной Австралии, там, был руководителем, при этой самой предвыборной кампании нынешнего президента Австралии, вот, и, соответственно, он через Людмилу, это в структуре Алексея, очень интересная дама такая, которая живет тоже давно в Австралии, она достучалась до него, послала ему информацию, он заинтересовался, она выявила его на скайп сначала со мной, потом с Алексеем, потом с Виктором Бабуриным, потом с Юницким, потом он приехал, и сегодня это активно развивающийся проект, это управляющая компания, которая двигает, там, на сегодняшний момент уже около двух десятков различных проектов, по одному проекту специалисты приезжают уже, вот, через неделю, и, соответственно, эта работа набирает обороты, это очень серьезный такой уже шаг, и Ротхук на прошлой неделе начал такую массированную уже кампанию по продвижению проекта, по выступлению на радио, телевидении, газетах, и это дало резонанс по всем, интересно, каналам, по всем странам, подняли репортажи в России, которые были там 3-5 лет назад, даже в Литве, которую мы очень любим и очень уважаем, тоже вспомнили, что там тоже когда-то был Скайвей, и вот теперь оказывается, что из Литвы он переехал в Белоруссию, еще и в Австралию, вот, и вчера на встречу ко мне подходит очень интересная женщина, говорит, знаете, вы будете выступать в Германии, у вас будет конференция, я хотел бы вас познакомить с бывшим министром транспорта Германии, он уже на пенсии, но очень заинтересовался проектом, и хотел бы с вами познакомиться и поучаствовать в конференции. Друзья, мне, честно говоря, даже стало немножко, так сказать, ну не то, что смешно, ну просто это уже система, то есть когда приходят, вообще сама конференция в Германии возникла из того, что наши друзья, партнеры из Казахстана нашли инвестиционную группу, которую сделали наши русские немцы в Германии, нас состыковали, и мы договорились вот о презентации и запуске вот в таком инвестиционном клубе работы в Германии. Потом стали туда подсоединяться наши друзья там с Штургарда, с Кёльна, где у нас тоже есть группа активистов, которые работают, и вот сейчас это уже идет как репетиция перед общеевропейской конференцией, конечно, которая будет в сентябре, это будет основная, как бы такая первая мировая презентация технологии Skyway, к которой мы, конечно, сейчас готовимся. И здесь, друзья, помимо того, что были еще вчера и очень интересные бизнесмены, которые тоже присматриваются, делаются, и такая группа, она очень разношерстная, но когда все находятся в одном месте, в одном зале выступают спикеры, то есть наша команда очень интересно отработала, я думаю, что все остались довольны. Редко какая конференция мне настолько нравится, но я могу сказать, что вчерашняя конференция в Москве, кто был, наверное, вы можете со мной согласиться, что она действительно на очень серьезном уровне, и здесь я могу ответить, что, естественно, вырос уровень и нас, как спикеров, как тех, кто проводит конференцию, и интерес к проекту, но основное, друзья, здесь, конечно, я вот прямо вчера выступал и говорил, друзья, это нельзя сравнивать то, что мы сейчас проводим конференции, проводим вебинары, это работа, друзья, с тем, что был год, два назад, три года назад, когда мне постоянно приходилось говорить, что, друзья, мы будем создавать конструкторское бюро, мы сейчас вас убеждаем инвестировать, прийти в проект, и будет создана конструкторская документация, которая будет размещена, и потом мы будем это строить, получим землю, и так далее. Естественно, друзья, кто-то верил, кто-то не верил, есть очень уважаемые люди, которых я очень серьезно уважаю с точки зрения финансов, но они не верили, что Юницкий сможет собрать конструкторское бюро, что будет создана высокопрофессиональная организация, которая будет выполнять уникальные технологические задачи, о том, что будет размещаться на заводах и создаваться уникальное оборудование, то, что это будет строиться в уникальную систему, естественно, и самое главное, что, друзья, это с помощью уникальной краудинвестинговой системы инвестпроводящей, которая объединяет большое количество инвесторов и раскладывает риски на большое количество людей, сегодня 300, более 380 тысяч людей зарегистрировано в проекты, и более 60 тысяч – это уже активных инвесторов, которые реально работают в проекте, которые его поддерживают, и благодаря инвестициям, которых сегодня развивается этот проект. И тем не менее, друзья, сегодня, когда начинаем репортажи, репортажи и начинаем наши конференции с показа того, что делается, видеоотчеты, фоторепортажи, фестиваль, который только что провели, презентация, которая готовится в сентябре, то это, друзья, сразу убирает все вопросы по поводу того, что реальный, нереальный проект, пирамида, не пирамида, обман, не обман. Здесь мы всегда, друзья, повторяем и будем говорить, и всегда делаем на акцент. Друзья, это высокорисковый, высокорисковый проект, венчурный проект, потому что существует десятки тысяч факторов, от которых нас сегодня не зависит. И Литва тому показала, что когда мы с надеждой, когда мы с тем, что нас приняли, дали землю, дали льготы, и обещали еще и выделить серьезные средства из Еврокомиссии, по транспорту мы начали работать, и после этого были возбуждены и уголовные дела, и был просто вылет, огромное количество грязи на компанию, на технологию, лично на Антона Идуардовича Юницкого. И это все говорит о том, что эти факторы учесть невозможно. Точно так же много задавали вчера вопросов, а уверены ли вы в политической системе в Белоруссии, уверены ли вы, что там не может произойти. Друзья, в наше сложное время может произойти все, что угодно. И в России, и в Америке, и в Белоруссии, и в Европе. Поэтому, друзья, мы это все смотрим, делаем, но самое главное это ориентироваться и делать свое дело. И то, что, друзья, эти три года показали, они показали то, что мы в состоянии реализовать, что Юницкий собрал команду вокруг своей технологии, вокруг своей инженерной школы, собрал очень серьезную команду профессионалов, единомышленников, который в состоянии отстроить финансовый механизм, юридический механизм, который в состоянии уже лично под руководством инженера Юницкого изготавливать чертежи производства и строить. И сегодня интерес к этому идет. И сегодня уже никто не может сказать, даже самый большой скептик, который говорит, что мы фотографируем на МКАДе строительство какой-то опоры, выдаем это за серьезную работу, потому что те, кто реально был на эко-технопарке, на фестивале, на прошлой неделе Skyway Invest Group проводил сбор своих инвесторов и своих сторонников, тоже демонстрировал эко-технопарк, проводил конференцию. И здесь, друзья, я могу сказать, что даже самые серьезные скептики, когда сталкиваются, смотрят, видят, общаются с Юницким, общаются с конструкторами, видят эко-технопарк, они, конечно, совсем по-другому на это реагируют. И это, друзья, работа, которая реализуется, делается. За нее не стыдно уже сказать, что да, друзья, мы делаем глобальный проект, да, мы делаем очень серьезное дело, которое меняет экономику России, евразийского пространства, всю мировую экономику, что мы создаем сегодня будущее, и мы четко представляем и знаем, как оно есть, потому что есть концепт, есть технологическая теория, есть технологическая школа, и мы сегодня в рамках этой школы работаем, создаем и показываем результаты. Естественно, что всегда будут скептики, всегда будут против, которые говорят, что даже когда это будет ехать, они будут говорить, что сейчас еще два года постоит или год постоит, рухнет, взорвется, упадет, заржавеет. Вот это, друзья, абсолютно естественный процесс, и будем относиться к этому абсолютно с пониманием, абсолютно спокойно, вот, потому что, друзья, мы за это время, это относится к новичкам, те, кто только сегодня пришел в проект, только узнал, а не всегда у нас 10, 15, до 20 процентов, люди, даже вчера в зале из 100 человек, 30 человек это были, которые первый раз пришли и услышали слово Skyway. Представляете, насколько было интересно? 30 человек, ну, где-то треть зала, это те, кто с 14 года, то есть с самого начала в проекте, где-то треть, это те, кто, и это примерно показывает и вебинары, которые проходят, примерно такое же количество людей, и конференции, и, соответственно, любые встречи. Так вот, друзья, я могу сказать, что мы создали работающую систему, мы создали механизм, и сегодня самый главный результат, который есть, что уже эта технология признается экспертным сообществом, сегодня она уже серьезно рассматривается бизнес-сообществом, как запуск адресных проектов и реальное размещение уже крупных инвестиций, и я думаю, что каждый месяц вы будете сейчас узнавать огромное количество новостей, и Ротхук на прошлой неделе это первая ласточка, это просто тот результат нашей совместной работы, когда в недрах сети нашли эксперта, нашли специалиста, нашли очень серьезного и бизнесмена, который включился в эту работу и сегодня уже делает результат. Это, друзья, как раз то, что мы сегодня с вами делаем, и то, что мы с вами реализуем, и дальше это будет только увеличиваться, только разгоняться, а мы с вами как раз, друзья, когда вы определяетесь, новички, инвестировать, что есть очень серьезная система венчурных премий в виде дискаунтов, сейчас идет очень серьезная смена, то есть смена этапов с точки зрения рискованности проекта, поэтому идет резкое понижение, там, насколько я знаю, понижение дисконтов будет почти в два раза, поэтому сейчас надо определяться, если у вас еще есть время, вы можете заявиться в заявительном порядке, на какое количество рассрочек, ну, или там, пакетов вы можете дальше на себя взять обязательства, соответственно, какое вы можете для себя позволить месячное именно инвестирование с точки зрения высокой рискованности проекта, потому что, еще раз, друзья, будем говорить, рисковость с этого проекта никто не снимал, потому что сегодня внешние факторы, они, к сожалению, настолько сильны, но, как показала эта практика, мы учитываем эти все вопросы, мы обращаем на них внимание, мы соприкасаемся, но мы делаем свое дело, и это дело приносит свои результаты, и если бы мы слушали скептиков, когда начался Майдан, и это как раз параллельно, и говорили, что все сейчас, все рухнет, потому что начались беспорядки, началась там система, системный кризис в Украине, потом начался Крым, потом Сирия, потом, я не знаю, там еще куча всего вопросов, и это было, и будет еще, так вот, друзья, если бы мы на это обращали внимание, то, наверное, бы мы сегодня не стояли на том этапе, и обращаясь уже взгляд назад, не говорили, что, друзья, вот мы говорили, что мы это сделаем, и мы это сделали, и это, друзья, конечно, очень большая ответственность, и представляете, насколько тяжело сейчас Юницкому, который берет на себя обязательство в сентябре на мировой выставке, где будут мировые эксперты в области транспорта и инноваций, задекларировать и сказать, что мы туда привезем подвижной состав, мы туда привезем юнибайки, юнибусы, мы покажем путевую структуру, мы покажем уже технологию, а в октябре будет ее презентация, поэтому, друзья, это и на нас большая ответственность, именно как на краудинвестинговой системе, инвестпроводящей системы, поэтому, друзья, и строится эта система рассрочек, для того, чтобы каждый из вас определился, взял обязательства и для того, чтобы можно было осуществить финансовое планирование расходов на июнь, июль, август, это ключевые месяцы, когда будет технология подготовлена к демонстрации, когда будет подготовлен стенд и необходимое оборудование для выставки в Германии и, соответственно, для презентации в Экотехнопарке, где нас ждет еще один, я считаю, уже будет грандиознейший фестиваль SkyWay в октябре в Экотехнопарке, где мы, друзья, уже будем присутствовать при презентации действующих образцов SkyWay и первых трасс Транснета. Это, друзья, конечно, будет очень замечательное событие, вот, я абсолютно уверен, что мы с вами дойдем на это событие, что мы встретимся обязательно в октябре, вчера, кстати, мне один товарищ очень интересно претензию сделал, почему он оплатил посадку дерева, а по разным причинам это дерево не так никто и не посадил, поэтому пришлось взять на себя обязательство, что в ближайшее время, когда буду в Экотехнопарке, а я там, скорее всего, буду на этих выходных, я обязательно за него посажу дерево, сделаю табличку, сфотографирую, и если получится, даже в перископе обязательно покажу. Ну вот, друзья, традиционная фраза, которую вы сейчас должны понимать и четко представлять, что за 15 лет мир изменился очень сильно, благодаря интернету, но ближайшие 15 лет мир изменится еще более радикально, и только наша команда, только те, кто занимается в инженерной школе Юницкого, которые понимают именно группу технологий SkyTech, мы сегодня с точки зрения макропрогноза, мы сегодня с точки зрения мировой футурологии, мы четко представляем, что и как будет развиваться в ближайшее время. Вот, поэтому, друзья, вы должны для себя принять, что ближайшие 15 лет начнутся эти изменения уже в этом году с запуском адресных проектов. Мир будет меняться настолько стремительно, что многие из вас даже не могут представить этих масштабов и темпов изменений. И те, кто пришел в нашу компанию, те, кто пришел в проект, друзья, это тот, кто своими руками делает эти изменения, и тот, кто еще и будет получать от этого очень существенные венчурные премии, потому что они этого достойны, и риск, соответственно, друзья, этот абсолютно оправдан. Ну, а для тех, кого эта информация вполне удовлетворила, вы принимаете решение больше не участвовать в проекте, с вами, друзья, я прощаюсь, придет время, вы все узнаете и все будете в проекте Skyway, хотя бы как пользователи юнибайков, юнилетов, юнивусов, юникаров, и еще целой линейки подвижного и транспортного средства, которое будет в течение ближайших 3, 5, 10, 15 лет доминировать и вытеснять все остальные транспортные коммуникации. Друзья, на этом мы с вами делаем небольшой перерыв, кофе-пауза, обычно мы 3, 5, 8 минут используем для того, чтобы опоздавшие, недисциплинированные люди подходили, а мы вам покажем ряд репортажей, которые, на наш взгляд, актуальны, и через 5-8 минут продолжим дальше с вами работу, и я думаю, что сегодня очень важный, плодотворный день для дальнейшего развития проекта Skyway. Все, друзья, небольшой перерыв. Руховик Будучине. Будовництво Эко-технопарка почалося у Марьиной Горцы. У Минской в области отрымау прописку инновационный проект сусветного ядомага вынаходника так званого струннага транспорту Анатолия Юницкага. Рэковый транспорт эстакаднага тыпу, який курсирует над землей, гениальное открытие именитого Беларуса, якое возникло 40 год тому. У Марьиной Горцы почалося взглядение так бы мовить демонстрационной пляцовки связь саблевого салону продажу технологий. Тут разместятся три тестовые поветранные трассы. Будет створена належная инфраструктура ту млеку автоматизованной системы безопасности. Гэта будуть безлюдные технологии без кировцы. Интеллектуальный транспорт устойливый до розных умов надворья. Для того же он экологичный и на шмат меньше аварийный. Першая черга объекта будучи не стане доступны для знаемства на праканцы наступного года. ЦАЛКОМ завершить проект планует в 2016-м. Минавитотады конструкторы скончить узвядение высоко-худкосной трассы. Если построить десятки миллионов километров дорог по миру это столько примерно как сегодня автомобильных дорог то мы вернем земли пользователям мира пять территорий Великобритании которые сегодня закатаны в асфальт. Заря второму уровню размещения мы можем снизить аварийность транспорта по сравнению автомобильных примерно в тысячу раз. И если построить миллионы километров струнных дорог то можно спасти от гибели на дорогах в 21 веке около 100 миллионов человек. Около миллиарда человек не станут инвалидами и коллегами. Для того, что у нас остальное колесо которое гаится по рельсу причем оно отличается лучшую сторону от железнодорожного колеса и у нас исключительно хорошая аэродинамика за 100 лет можем сэкономить триллион тонн топлива. Это в 5 раз превышает запасы нефти на планете. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор Продолжение следует... But do ordinary commuters see this as progress or a blight on the landscape? I think it's quite nice. It would be a nice new thing for Adelaide. Not worrying the other traffic. Mike Smithson, 7 News. The traffic. Каким будет общественный транспорт через 20 лет? Есть ли у Красноярска шанс избавиться от пробок? Один из уникальных проектов позволяет горожанам буквально пролетать над заторами. В эфире наша рубрика «На все 100». Она посвящена 80-летию Красноярского края. Метрополитен может выйти из-под земли. В Красноярске предложили проект воздушного или по-другому струнного метро. На высоте нескольких десятков метров между опорами натягиваются два параллельных стальных троса. Внешне такой транспорт напоминает куникулёры в горах. Только на струнной дороге тросы остаются неподвижными, а кабинки ездят по ним при помощи собственной тяги, как железнодорожные поезда. Воздушное метро полностью дублирует функции традиционного метрополитена, но стоит в 15 раз дешевле. Да и скорость строительства возрастает как минимум на порядок. Арки ставить – это не туннели копать. Специалисты подсчитали, чтобы такое метро появилось в Красноярске, необходимо всего год на проектирование и три на постройку. Технология, разработанная российским учёным Анатолием Юницким, может стать прорывом в решении транспортных проблем таких крупных городов, как Красноярск. Основные преимущества воздушного метро – экологичность и минимальный шум. Кроме того, она не требует много места. Арки ставятся прямо над улицами. Для воздушного трамвая рельеф местности не играет особого значения. Поэтому представьте себе, если устроить линию, допустим, Сибирский федеральный университет и торгово-развлекательный комплекс планет. Опять-таки время в пути составит 12-15 минут. При этом и от традиционных видов транспорта никто не собирается отказываться. В Красноярске рассчитывают всё же достроить подземное метро, пустить новые виды трамваев, автобусов и троллейбусов. Но они будут совсем другими. Через 20 лет будет большее количество экологически чистого вида транспорта, больше будет развитый электротранспорт, возможно, больше будет автобусов, которые будут использовать альтернативные виды топлива, тот же жиженоприродный газ. И, может быть, через 20 лет мы услышим такую новость. Сегодня, 20 ноября 2034 года, в Красноярске запущена очередная ветка воздушного метро. Она соединила Соланцы с микрорайоном Солнечный. Поэтому теперь краевой центр связан единой системой струнного метрополитена. Напомним, проект был запущен 15 лет назад, и столица края избавилась от автомобильных пробок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова This technology is not in Australia, it's not in the world. A driverless, battery-powered train high above the ground is making its first stop in Adelaide. It's a double rail, it's a slender design, it can operate at 100 kilometres an hour. Former Transport Chief Rod Hook is in talks with Belarusian company Skyway to build a 500 metre sky rail at Flinders University. The $13 million proposal, paid for by private investors, connects Flinders Medical Centre to the uni. If it's there, if it's working, it provides a benefit for students because it'll take them up and down the hill. We've got 25,000 students, and so many of them come to our campus every single day. So that's a lot of traffic that could potentially use this. Students embracing the bold plan. It's an innovative idea and everything, it might add some spice to South Australia. We have a 10-minute walk between classes, so the train will definitely be good. If the project secures funding and gets government approval, construction will begin by the end of the year, with the first passengers expected as early as mid-2017. And it's not just the university who might benefit. If we can move this to become jobs for South Australians and manufacture here, we will do so. But I won't make commitments or promises. Tom Angley, Nine News. Ну что, друзья, будем продолжать нашу работу. Видите, это вот сейчас наглядная демонстрация. Мы четко вам сейчас показали именно вот этими четырьмя репортажами о том, как развивается работа. И вы видите, что это центральные каналы, это региональные каналы. И мы специально поставили Минский репортаж, это центральное государственное телевидение, это два центральных канала Австралии, это репортажи с Красноярска. И это, друзья, как раз говорит о том, что информационное поле создается, технология развивается, и все больше и больше количества людей узнает о проекте. И наша задача, друзья, мы сейчас серьезно меняем нашу работу и с вами уже, как людьми, которые давно и заинтересованы в проекте с точки зрения уже бизнес-интересов, то есть построения и капитализации тех вечерных пакетов, которые сегодня у вас сформированы, обязательства группы компаний Skyway, то есть за то, что вы в свое время рискнули, и сейчас еще принимаете решение входить на...